так всем привет вы на канале крипто коммонс ну что друзья наконец-то даже зашевелился и полетел вышел из этой так сказать ситуации где он был зажат узком диапазоне но давайте не терять холодный рассудок трезвый взгляд и оценить ситуацию начала лета ту за муна или ложный всего лишь отскок дохлой кошки потому что посмотрите на более глобальную картину и вы увидите ясный нисходящий тренд это касается не только даша и всех остальных монет но начали мы уже с него так что поехали если вам нравится крипто контент ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик дашь причем дашь к bnb смотрите я открыл на трейдинг view тут картина просто супер мега интересная 5 желтых точек на дне в кино сайфере это очень большая редкость и первая желтая точка была еще аж вот здесь когда дашь стоил 2 bnb так что с высокой долей вероятностью вот после 5 этой жёлтой точки dash реально смотрит обратно на 2 или на 3 рин даже на 4 bnb это будет конечно уруруруруру просто друзья то о чем я вам говорил еще давно что bnb супер мега перекуплен да даже k bit даже сейчас у нас все еще вот здесь с этой точки зрения и весь этот супер мега pump его даже не видно на глобальной картине поэтому bnb как он много раз и говорил я такое точно покупать не буду как бы BNB надо было покупать вот тут. С этим разобрались. Вернемся к Dash. Dash BNB картина очень супер-мега-бычья. Dash к эфиру картина тоже очень-очень-бычья. Вон наши все цели по Fibonacci, кто не знает, там десятки иксов. И это не шутки, ребят, это не шутки. Вот, плюс там очень бычьи новости по самому Dash, что Dash платформа уже там десятки или сотни тысяч мерчантов по всему миру реально с ними работают. То есть вы можете зайти на сайт Dash, прокрутить вниз и нажать вот здесь вот, где потратить, where to spend. И вы офигеете просто, сколько партнеров у них уже сейчас. Ну понятно, что Dash Direct, это их сервис для оплаты. И вот, поехали, смотрите, Bitplaza, Coinpay, Travala.com, это крупнейший туристический типа авиасейл, где вы можете тратить крипту. Chicken Venezuela, Cheap Air, NordVPN, Parampampam, VikingVPN, и погнали. И тут реально очень много, а еще больше вы найдете, если посмотрите на Dash Direct. Dash Direct и Where to Shop. Вы просто офигеете, сколько всего уже работает и поддерживает к оплате именно Dash, ребята. Именно Dash. Adidas, Airbnb-шки, рестораны, пиццерии, грилли, все-все-все-все-все-все. Вот это поддерживает и принимает к оплате Dash. Dash, Cinnabon, eBay и так далее. Через разные костыли, там гифт-карты, но тем не менее, ребята, тем не менее. Это не реклама, это я вам говорю просто от чистого сердца, от души, что есть такая тема. Ребята, я сам это делаю и всем вам доношу эту информацию. Вы можете делать с ней, что хотите. Можете покупать Dash, не покупать Dash. Это ваши проблемы. Но я свои позиции держу, пока не разгружаю. Вот, как вы видите, за сегодня только мне она принесла 3,5 тысячи долларов. А за неделю уже 15 тысяч долларов. Это позиция в 500 монет. То есть каждый доллар цены, грубо говоря, приносит 500 долларов. Очень неплохой расклад, по-моему. Вот, на Bybit тоже держу все свои ланги. Bybit – любимейшая биржа. Ссылка в описании обязательно. Если вы еще не перешли на нее с другой биржи, посмотрите обзор по ней, который сейчас у вас появится сверху. Как торговать на Bybit. Все ланги в плюсе, кроме BybitDAO. BybitDAO, думаю, что тоже скоро выйдет в плюс, потому что пора бы уже. Но не об этом речь, ребята. А речь, на самом деле, о более глобальном сейчас с вами. То есть, да, подэшу, подытожу просто технический анализ. Картина очень бычая для меня, потому что, смотрите, у нас был вот тренд понижающихся минимумов. Потом у нас был флэт. И сейчас у нас тренд повышающихся минимумов начался. То есть, вот такая вот разворотная формация. И вот он был, этот припамп. И вот он был супер-мега-слив. При этом на желтой точке. Так что, друзья, тут как бы только слепой не видит, куда идет Dash. Цели ограничены только вашей фантазией. Все, кто пишут, гриня, где выходить, какие цели. Ребят, плавно разгружайтесь, плавно догружайтесь. Улетела монета. Тут частично продали, тут частично, тут частично, тут частично. Все. По 10, по 5% от позы. Ведра расставили, и будет вам профит. Про Bitcoin Cash все забыли. Тоже посмотрите самое. На дне лежит монета, на своем и локальном, и глобальном. Вот был локальный хай в 1600 долларов, и глобальный хай в 4000 долларов. Монета лежит на 347. И никто про нее не вспоминает. К Bitcoin там картина совсем удручающая, что как раз и есть в заходной. Понимаете? Вот как Chia. Я вам говорю про Chia. Кстати, я собираюсь прикупить немного Chia в долгосрок. И зарегался по этому поводу на бирже KuCoin. Ссылка на KuCoin будет в описании этого видео. Регистрируйтесь по ней, и также можно плавно откупать Chia. Но посмотрите на Chia. График молодой. Он еще даже двух лет не провалялся на дне. И посмотрите на Bitcoin Cash. Вот на мой взгляд, по Chia может быть сейчас где-то здесь. Будет какой-нибудь сейчас сильный отскок. Все скажут Chia to the moon. И дальше мы еще два года можем проваляться еще с каким-то отскоком. Вот так вот в накоплении. Поэтому я Chia буду набирать именно как инвестор на комфортный мне небольшой объем средств. И ждать выхода из этого накопления. А по Bitcoin Cash, я думаю, что этот выход случится уже гораздо раньше. И вот у нас есть уровни сопротивления к Bitcoin, которые нам очень важно бы сейчас пробить. Это предыдущие вот эти локальные хаи. 2,5 миллиона сатоши. 4,5 миллиона сатоши. И 6 миллионов сатоши. Которые, когда Bitcoin Cash пробьет, там в принципе потенциал будет открыт и до 0.1, и до 0.2 битка. И не знаю, чем черт не шутит, но All Time High у него был 0.5 битка. Это спекулятивный, конечно, но все равно. Прикиньте, 2 Bitcoin Cash за 1 биток. Тоже нормальный расклад. Я не говорю, что он туда дойдет, но я говорю, что потенциал для роста сейчас здесь гораздо больше, чем потенциал для падения. Смотрите, тут уже падать некуда просто. Тут уже падающий клин, но 3 большего падающего клина уже много-много лет. Понимаете, ребята? AudioCoin мы смотрели с вами в позапрошлом обзоре. Пробился из клина. И посмотрите, несмотря на то, что мы видим небольшой откат к сетке EMA Ribbon, о котором мы с вами и говорили. Да? Мы говорили, что плюс-минус до золотого кармана мы можем опуститься. Вот мы уже опустились до 0.5 уровня. Возможно, что AudioCoin прямо отсюда отобьется. Либо мы сходим все-таки в золотой карман или чуть ниже. Но потом я жду все-таки продолжения тренда, потому что тренд у нас восходящий с вами. Но на самом деле сейчас, ребята, важно понимать даже... Важно смотреть сейчас не отдельно взятые щиткоины, а понимать общую картину, общий тренд рынка. Общий тренд рынка такой, что начинаются шорт-сквизы, друзья. То, о чем я вам много раз и говорил. Никто не верил уже в рост. 3 месяца мы в боковике типа падали. Хотя на самом деле мы ни хрена не падали. Я вам напоминаю. Вот открываем биткоин и понимаем, что у нас растущий, восходящий боковик. Мы недавно еще с вами, недавно, ребят, меньше двух лет назад стоили 9000 долларов, а сейчас стоим 30-60. Ну, как бы, если для вас это медвежий рынок с повышающимися пиками и минимумами, то идите учите теханализ. Вот что. Это при том, что по другим монетам, конечно же, да, он медвежий. Тот же BNB, посмотрите. Тут как бы уже понижающийся минимум, что меня настораживает в целом. И BNB я бы не стал лонговать. Но по биткоу у нас с вами очевидно бычий рынок с выносом всех неверующих товарищей через альткоины, через щиткоины. То есть сейчас всех засадят во всякие Соланы, Шмаланы, во все эти псевдоракеты, Луну там и так далее. И побреют жестко, потому что они стоили еще недавно меньше цента. А сейчас стоят сотни долларов. А биткоин уверенно держится на этой волне и сможет отскочить, я думаю, переписать свой all-time high очень-очень скоро. И гораздо быстрее, чем многие думают. Вопрос в том, задержится ли он здесь или нет. Я думаю, что нет. И пойдет еще дальше. Но это мой такой оптимистичный прогноз. А теханализ, ну какой тут теханализ делать? Посмотрите, мы удерживаем поддержку, мы отбиваемся. Давайте смотреть, как мы сейчас пробьем сетку EMA Ribbon на дневке. Мы ее уже пробиваем. Вроде как закрепляемся на ней. Посмотрите. Нам надо, конечно же, улететь выше куда-нибудь на 52 тысячи долларов сейчас хотя бы. Выстричь там кучу шортистов, потому что это, я еще раз напоминаю, что сейчас все не верят. Все думают, что мы будем падать. И шортят. Это лучшее топливо для рынка. Без них мы не можем полететь. Вот они у нас есть, как было вот здесь. И мы начинаем лететь. Да? Видите, как похоже. Вот. Поэтому смотрите. Привет каналу CryptoFlip. Интересный пост они сделали вчера, что по стейблкоин рейшу осциллятору, по индикатору от Виливу, мы сейчас как раз в той зоне накопления, откуда обычно начинался рост. Это коэффициент предложений стейблкоинов. Соотношение между предложением BTC и USDT. Когда он низкий, то предложение стейблкоинов имеет дофига покупательной способности для BTC. И посмотрите, где он был низкий. Он был низкий на дне медвежьего рынка 19-го, в коронодампе 20-го, на 30 тысячах, даже на 30 с чем-то по графику, судя вот здесь. И сейчас, ребята. Поэтому это еще один знак в пользу того, что будет очень сильный рост, а не просто отскок дохлой кошки. Друзья, поэтому хочу вам сказать другую вещь. Другую вещь. Что рост в итоге будет очень красиво выглядеть. На недельках рост будет выглядеть безоткатно, как вот здесь. И якобы это было так легко, так легко оседлать весь этот рост. С 10 тысяч на 60. Сиди себе в лонге в 20-м плече и кайфуй, забирай профит. Но нет, ребята. Это не так. Это не так, ребята. На самом деле, внутри каждой этой недельной зеленой свечки хайка наши происходит просто чертовщина. Если вы посмотрите обычные свечки, например, то видите, тут уже больше красных свечек у нас с вами. И если включить дневные и так далее, то там еще больше шума. Но даже на хайка наши свечках, смотрите, мы сейчас внутри зеленые свечи. Все как бы ничего, да? Все отлично. Но на самом деле вы видите, что все постоянно говорят все, шорт, все, шорт. Смотрите, часовик. Ну, часовик, да, очень плотный сейчас. Окей. 15-минутка. Тоже плотная. Вот почему я люблю свечи хайка наши. Они даже тут нам не показывают мусор. Но в целом-то, посмотрите, есть же красные волны, есть вот такие вот сквизы. И люди думают, что это все. Смотрите, 15-минутная желтая точка как отработала. Люди думают, что это все и выходят вот здесь вот и продают. Они вот тут купили и тут продали. И думают, ништяк, заработал. Но на самом деле рост не состоит из столько зеленых свечек. Рост состоит из вот таких вот мини-пампы-дампов, друзья. Не забывайте про это. И если вы сидите в лонге, то сидите в лонге и не дергайтесь, если вы решили. Но, естественно, с правильным риск-менеджментом, с небольшим плечом, аккуратненько. Там кто как со стоп-лоссом, кто с далекой ликвидацией и так далее. Вот. Потому что тут цель, я вам еще раз говорю, минимум 52 тысячи. Это только в рамках технического отскока. Вот предыдущее сопротивление сюда. Но давайте посмотрим, как биткоин сейчас пробьет эту наклонку, закрепится выше. И продолжит полет. И не дайте себя вытряхнуть из ракеты. Будьте бдительны. Все ссылки в описании. Спасибо, что смотрели. Это Гринни, канал Crypto Commons. Напоминаю вам, что у нас есть второй канал, где мы делаем для вас переводы зарубежной аналитики каждый божий день. Очень много полезных видосов. Обязательно подпишитесь, потому что я смотрю, у нас на основном канале с вами уже 86 тысяч подписчиков. Кстати, большой респект за это вам, ребята. А на втором канале у нас все еще 35 тысяч подписчиков. Поэтому проверьте, что вы на него подписаны. Ссылка на него тоже есть в описании. Всем профитролей. Хорошего дня. И до следующей встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»